Очередной скандал между Россией и Великобританией. Москва винит Лондон в перехвате своего военного самолета на Черном море, а в Британии заявляют об участившихся провокациях со стороны российских вооруженных сил. Больше расскажет Алексей Пшемызский. Прекратить играть мускулами от Москвы требует Лондон. В британских вооруженных силах заявляют о стремительном росте случая нарушения российскими самолетами воздушного и морского пространства стран НАТО. Последний случай произошел на декватории Черного моря. Истребители королевских ВВС, которые дислоцируются на базе НАТО в Румынии, подняли по тревоге для перехвата российского военного самолета. Противолодочный самолет-амфибия БЕ-12 вылетел из незаконно аннексированного Крыма и следовал на юго-запад к румынской границе. Увидев британские самолеты, летчики изменили маршрут. А в прошлый вторник британские ВВС перехватили два российских истребителя Су-30 и 6 Су-24, также на декватории Черного моря. Днем после уже британские военно-морским силам пришлось сопровождать российское военное судно адмирал Макаров, проходившее через Ла-Манш. Посольствие в Великобритании такие действия назвали провокацией, добавив, что, мол, британские военным вообще не место в Румынии. Подобные стычки происходят на фоне постепенного увеличения контингента НАТО в Восточной Европе и на Балканах, начавшегося после незаконной аннексии Крыма. Несмотря на распри Вашингтона и Брюсселя относительно участия в финансировании Североатлантического альянса, США настаивают на том, что защита восточных границ НАТО остается приоритетом и лишь будет усиливаться. А вчера в Вашингтоне заявили, что в рамках операции «Атлантическая решимость» из Польши в Румынию и Болгарию вскоре перебросят дополнительные армейские подразделения и технику. Сама же операция нацелена на сдерживание России у ее западных границ в ответ на агрессию Москвы против Украины. Из Лондона Алексей Пшимыски, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова